всем привет я гела и сегодня урок по запросу в одном из прошлых видео я рассказывала о форум фурнитуре и в частности об основах для колец у меня их несколько видов можете посмотреть видео про фурнитуру и также один из видов мы уже использовали и делали кольцо перед новым годом вот сегодня второй вид основ для колец это вот такой вот ситечка но ну там кое-как типа приклеена вот к этой основе то есть для того чтобы легко можно было снять обшить его там допустим и приклеить обратно вот я взяла вот все тот же бисер и биконусы которые мы использовали для колье также ссылочку оставлю вот и делаю такой набор 2 бисера биконус и один бисер и затем вводя иглу уже не в последний бисер а в биконус вот таким образом мы делаем вот такой вот бусину на ножке эта техника называется мех техника мех и вот в такой технике я буду обшивать все вот эта сетечка это очень удобные очень такие интересные основы которые можно обшивать как угодно и чем угодно сегодня вот я сделал технику мех и в принципе очень довольны результатом ну вот так вот я начала с центра а дальше уже по кругу обшиваю всю эту основу это просто прелесть результат потрясающий ножки можно делать как высокими так и коротенькими там на 2 бисера на один я сделала несколько вариантов далее я покажу их сейчас ну вот видите вот таким образом по кругу мы обшиваем это вот наша сетечка ведь какая прелесть вот уже видно какая прелесть получается она просто восхитительная это колечко получается а вот и сейчас хотелось бы подробнее остановиться на материалах ну вот кроме того что вот это основа у меня есть бисер пользу используя я в данном случае такой вот рыболовную нить то есть девочки о лесках я уже рассказывала ранее в ранних видео про бисер да какими лесками я пользуюсь нитками и так далее данную основу можно расшивать и джинсовой нитью и лесочкой какой-нибудь вот китайская обычная вполне подойдет вот ну там и какими там там лесками непосредственно специально для бисера там гамма ну вот я все-таки сравнила и для себя пришла к выводу что если у меня нет под рукой фарлайн то я всегда могу воспользоваться вот такой вот рыболовной нитью это японская нить второго размера 02 вот эту нить невозможно не порвать не порезать уж насколько у меня ножницы те кто вот не первый раз меня смотрят знают что эти ножницы у меня в первый мир они режут все что угодно но не этими не другими эту нить не порезать ее нужно если хочешь отрезать как бы пилить практически вот вот еще одна для сравнения тоже равны рыболовная леска но это уже леска это вот как раз таки моно леска моно нить вот чем они отличаются вот этот японская первая нить она состоит из нескольких волокон как бы сплетенных между собой поэтому она имеет высочайшую крепость и невозможно порезать она боится только огня а вот эти все моно нити ну как ни крути допустим если мы работаем с биконусами то биконус запросто ее порежет вот такую моно нить это нужно смотреть смотря какое плетение конечно всему есть свое место свое предназначение вот ну вот по крепости хочу сказать допустим леску гамма вот как вы видите запросто можно разорвать вот тут у меня и очень тонкая и также 0 0 2 она все равно спокойно рвется хотя она идет как блеска для писера плетения да вот эту леску разорвать уже так более проблематично но если очень поднатужится как говорится то тоже можно и кроме того она спокойно режется ножницами и теми же стеклянными бусинами эпиконусом вот но она очень хорошая ее тоже запросто можно использовать я с удовольствием ею пользуюсь но в определенных видах плетения и конечно же вот это японская нить вы видите ее даже в руках удержать невозможно она соскальзывает потому что ну невозможно ее разорвать никаким образом просто ничем ее только жечь или пилить то есть просто разрез ножницами тоже нереально вот и по сути если посчитать там пометражу и так далее вот например вот эта победа японская она стоит 1300 1500 розничных магазинах и если сравнить со стоимостью нити фарлайн это все-таки гораздо дороже и дороже она оправдана дороже если учитывать что фарлайн полцены фарлайна идет только за доставку это все таки американская беркли фирма вот то ну в общем если сравнить по качествам то это японская нить это конечно великолепная находка и в деле она не зеленая как по пене а такая серенькая серая дымчатая ну и вот такой клей я использую этот клей это специальный бижутерный клей вы видите здесь дозатор такой тонюсенький очень удобная штука он великолепен до сих пор я пользовалась клеем момент он тоже момент кристалл прозрачный нисколько не умоляю его качество он тоже идеален в работе с бижутерии вообще в рукоделии но как ни крути вот этот бижутерный клей b6000 он все-таки в разы лучше он как бы объяснить я как-то показывал у меня есть видео где я делаю чехол для айфона да вот если вам интересно посмотрите я приклеила посадила там центровую бусину на клей момент и что стало с этой бусины как бы снизу до фольга вот это вот она конечно попортилась момент ее разъедает вот этот клей данный клей во-первых схватывается быстрее и намертво и клеить все что угодно и во вторых он никогда не испортит никакой фольги и никаких там даже самых простеньких легеньких акриловых бусин вот ну вот собственно все по материалам вы видели да я полностью прошла в технике мех вот это вот сетечка вы посмотрите какая потрясающая в итоге получается какой потрясающий результат восхитительно просто вот а затем посадила на вот этот клей b6000 вот ну и заодно я хотела показать вам вот эти вот колье браслет и серьги я все-таки сплела вот это вот плетение мы полностью я показывала на прошлом уроке ссылку я оставлю ну и вот девочки еще такие колечки я сделала я просто испробовала и так и эдак вот это синяя колечко она идет на более высокой ножки там то есть более подвижные вот этим вот этот мех так называемым более подвижен а вот это вот тут я собрала вообще микс всякие бусинки какие у меня были и они практически там на на это ножка состоит из одного бисера или вообще его нет то есть вот смотрите вот здесь вот ворс повыше 3 бисера биконус на вот этом сером дымчатом кольца который мы сегодня делали там два бисера биконус и вот на этом разноцветным один бисер вот вот так они выглядят то есть чем выше ворс конечно же тем подвижнее вот это эти себе конусы но результат потрясающе естественно обшивать это сетчика можно и в другой технике не обязательно техника мех да вот и вот то колечко с камушками это мы делали с вами перед новым годом там совершенно подвижные камушки на длинных пинах висят также можно ну там по основу идет совершенно другая с петельками и также можно делать эти пины покороче камушек побольше камушков понавешать туда или там допустим в общем вариантов массы но вот основы для колец просто потрясающе я уже рассказывала о них они безразмерные и выдумывать можно с ними все что угодно и вот так вот они выглядят ну вот такое небольшое видео у меня сегодня получилось пишите комментарии свои отзывы что вы думаете на этот счет подписывайтесь на канал всего вам доброго и пока пока Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Вот 공rell Субтитры сделал DimaTorzok в